Страны Запада заморозили российские государственные активы на общую сумму 260 миллиардов евро после вторжения российских оккупационных войск в Украину. Эти деньги могут быть выплачены Украине траншами в качестве аванса перед неизбежной компенсацией России за агрессию. Вашингтон публично не поддержал конфискацию замороженных активов, но дал согласие в частном порядке. В одном из недавних дискуссионных документов G7, поданных официальными лицами США, это описывается как контрмера, разрешенная международным правом, которая побудет Россию прекратить агрессию. Давайте обсудим эту историю и не только с Александром Савченко, доктором экономических наук, общественным деятелем и ректором Международного института бизнеса. Александр, здравствуйте. Александр Владимирович, приветствуем. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, лед тронулся? Да, процесс шел уже давно. Америка имеет большой опыт по конфискации как суверенных, так и приватных активов. Это было в Иране, это было в Афганистане и в некоторых других странах, даже в Венесуэле. Поэтому мы ждем. Соединенные Штаты должны показать пример. Но беда в том, что замороженные активы в основном евро, вы правильно сказали. 240 – это до которых уже дошли руки, но на самом деле их еще больше. И в чем идея состоит? Идея состоит в том, что для международной общественности, международных судов, очевидно, что ущерб, который Раша нанесла Украине своими неправовыми, незаконными террористическими действиями, будет значительно больше, чем замороженные активы. Поэтому априори, понятно, там сумма где-то полтриллиона, это только прямой ущерб. И вот рассматривается такой вариант, чтобы не ждать, когда все легальные документы будут одобрены в конечном итоге судом. А априори можно уже арестовывать активы и переводить их в качестве платы за нанесенный ущерб Украине. Ну, сначала речь идет о прибылях, а потом, может, и о теле вот этих замороженных активов. Ну, я бы пошел еще дальше. Я уже давно даже писал и в посольство, и в Большой Семерке, у них там есть аппарат. А почему бы вот не такой механизм не предложить мировой общественности? Смотрите, выдающийся российский физиолог, влариат Нобелевской премии Павлов, да, открыл теорию безусловных рефлексов. Ну, вы знаете, у собаки есть рефлексы условные, допустим, когда она видит мясо, еду, у нее слюни текут, да. А потом он путем звуковых, световых сигналов доказал, что можно влиять на эти рефлексы. Более того, другие могут доминировать, условные рефлексы. Вот, так вот у Путина есть безусловный рефлекс, да, уничтожать Украину, завоевывать, бомбить, терроризировать. Посмотрите, а если бы вот такой метод, объявляют ему, например, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Каждый день войны стоит 1 миллиард долларов. Ты воюешь, не прекращаешь войну. Вот мы из арестованных активов перечисляем специальный фонд, из которого, допустим, половина будет идти в бюджет для финансирования дефицита украинского бюджета из-за войны. А вторая половина будет идти на закупку оружия, которое Украина считает необходимым. В том числе из этого оружия можно будет доносить удары по военным объектам, которые расположены на территории Раши. Вот один день прошел миллиард. Второй день воюет, да, не прекращает войну. Второй миллиард. Потом третий миллиард. Показать, что они сами рефинансируют нашу победу и свое поражение. Вот это был бы красивый, красивый ход, который базируется на теории российского ученого Павлова. Кстати, который ненавидел большевистскую власть, Советский Союз и желал распада этой империи. Кстати, не боялся об этом писать. Вот было бы красиво, как вы считаете? Мы считаем, было бы замечательно, но этого же не будет на самом деле. Мы же знаем, что такое западные структуры, их бюрократия, правовая история и так далее. Сколько правовых нормативных актов придется принять для того, чтобы это воплотить в жизнь. Но то, что замораживание и изымание российских активов потихонечку движется в сторону Украины, это не может нас не радовать. Еще одна тема по поводу санкций. США вели санкции против перевозчиков российской нефти из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Я так понимаю, это те санкции, вернее, те компании, которые помогали России обходить санкции. Я правильно это понимаю? Да, да. Вот 12 пакет санкций, ну мы сейчас американцам оставим немножко в стороне. 12 пакет санкций, он примечательный тем, что наконец-то вняли нашим рекомендациям, которые я давал на вашем канале, что одна колонка санкций, вторая колонка это механизм контроля за исполнением этих санкций, а третья колонка это наказание людей, компаний, а потом и государств, которые эти санкции помогают обходить. Так вот, это действительно то, что происходит. И по всем признакам вот такие контрольные механизмы и наказание нарушителей становятся уже явью. А американцы пошли дальше. Они сказали, что будут вести криминальное преследование против лиц, которые помогают обходить санкции. Вы знаете, что американское право интернаториально, то есть они считают, что их законы имеют верховенство во всем мире. И вот это очень страшно уже не только для компаний, но и для людей. Это тоже сдвиг в правильном направлении. Вот я думаю, правильным путем идут. Да, тут интересный момент, что среди прочего к процессу обхода санкций имеют отношение даже американские компании. Насколько Соединенным Штатам будет сложно в дальнейшем продвигать вопрос предотвращения обхода санкций в свете появившейся информации о причастности американского бизнеса? Ну, американцы не боятся наказывать своих компаний, своих людей. Преследуют их. Вот Мердок, известный финансист, которого заподозрили в махинациях с информацией относительно фондовой биржи, был арестован на 30 лет. Так вообще очень быстро. Штрафуют они и свои компании, и европейские компании. Поэтому я жду, знаете, образцово-показательного случая. Вот взять одну американскую компанию, европейскую, турецкую, ну и наказать по-настоящему. Конечно, страны Средней Азии, которые, ну, по сути, стали мостом, через который запрещенная продукция плывет в Рашу. Это, к сожалению, и Армения, и Казахстан. Ну вот, должны быть наказания, и я их жду. И чем масштабнее будет вот это наказание, тем отрезляющий будет урок для других. Вот пришло время действовать, потому что войну можно закончить как на поле боя, если будут давать больше вооружений и более качественных, и в больших объемах, так и на экономическом фронте. Вот. А вы зря сомневаетесь, что могут быть применены такие санкции. Ведь, знаете, решения, правильные решения, они всегда красивые. И вот если мы санкции еще поставим на базу открытия теории безусловного рефлекса, будет очень красиво и показательно. Я думаю, Путин, Кремль не выдержат больше двух-трех недель вот такого унижения, когда они сами будут финансировать свое поражение и нашу победу. Это относится и к экономическим санкциям. Я жду, вот Европа наконец-то показала свое лицо. 12-й пакет примечательный, что там появился механизм контроля за исполнением санкций. Вот я жду от американцев аналогичных действий. И тогда мир станет ближе. И вот эта теория зрады, которая сейчас раздувается агентурой рашистской, и в Украине, и за ее пределами, вот они тогда притихнут. Они тогда притихнут, потому что никакой зрады нет. Есть временные трудности, которые и Европа, и Штаты преодолевают, ну и мы преодолеем. Да, эффектность является важной составляющей, но в этом вопросе все-таки главный вопрос – это эффективность. Среди прочего, санкции, в том числе Европейского Союза, касаются не только непосредственно государства Российской Федерации, кремлевского диктатора и же с ним, а и личные санкции. Например, в отношении российских олигархов. Говорю это в контексте того, что суд Европейского Союза оставил санкции в отношении Романа Абрамовича в силе, которую российский олигарх пытался оспорить в суде. Как вы считаете, насколько подобные санкции эффективны? Ну, очень эффективны. Я не соглашаюсь с хорошими русскими экспертами, которые считают, что зря накладывают санкции на олигархов и лиц, которые приближены к Кремлю. Их позиция состоит в том, что давайте наоборот их пестить, чтобы они бежали из-за Раши. Они-то бегут, но не спешат помогать Украине. Но есть зерно истины в таких случаях. Я бы, например, рекомендовал Европейскому Союзу и Соединенным Штатам такую процедуру. Тот олигарх, который публично засвидетельствует, что он выступает против войны, против Путина, за репарации Украине от ущерба, и сам жертвует, ну, скажем так, 70-75% арестованных активов в пользу Украины, ну, получает такой, знаете, билет хорошего русского, да. С него снимаются все санкции, наоборот, дается вид на жительство, разрешение пользоваться банковскими счетами. Ну, вот это тоже правильный ход. Это вот действие с обратной положительной связью. Да, вот я бы на это шел. Ну, как вы считаете, это приближает или, например, наводит тех же российских олигархов на мысль, что, ну, пора бы уже как-нибудь сменить власть в Кремле? Ну, смотрите, 90% олигархов из Раши – это консервные банки Кремля и Путина персонально. Им дали поносить чемоданчик с деньгами. Большая часть этих денег принадлежит не им. Также и Абрамович носит чемоданчик с деньгами Путина. И Путин считает все деньги олигархов своими деньгами. И если по его приказу кто-то ослушается, ну, тогда конец. Тюрьма, пример Ходорковского это показал. Поэтому тут сложнее с этими ребятами, которые и олигархами-то стали не через свои таланты, а через коррупционные связи с Кремлем, ну, и тогда еще с Ельцином, потом с Путиным. И они свое богатство базируют на грабеже вот многострадального народа Раши, да, который бедный, которого, ну, мы не жалеем, потому что они поддерживают Путина. Но к этой нищете олигархи причастны. Поэтому я все-таки придерживаюсь своей точки зрения, что пришло время нам стимулировать предателей режима. Это может быть и олигархи, которым мы говорим, 25% вы получаете с видом на жительство. Остальное фонд ликвидации ущерба от войны с Украиной. И нам надо стимулировать и предателей. А кто такой предатель? Это который вовремя сориентировался. Кремля. Ну, это элиту рашистскую, которая под санкциями. Да, это политические деятели, депутаты, министры. Им тоже можно предложить, если вы бежите на Запад, даете показания, отрекаетесь, готовы выступить в суде в Гаге, тоже белый билет, вид на жительство, защита свидетелей. На все это надо идти. То есть действовать более агрессивно нужно. Западу пришло время. Момент истины. Да, момент истины. Да, есть временные трудности с немецкой машиной, которая запускает заводы по производству снарядов. Надо еще 2-3 месяца. Но надо воспользоваться этим временем и наносить удары на другом фронте. Быть более агрессивными и более инновационными. Чтобы решения были красивы и парадоксальны. Тогда успех будет вот на нашей стороне. Ну, я думаю, я думаю, что в принципе мы к этому потихонечку идем не такими темпами. Все-таки, да, если брать тех хороших русских, о которых вы вспомнили, которые говорят о том, что ну не стоит вот так вот щемить, извините за сленг олигархов, надо их наоборот отпускать. Они же и говорят, как это страшно быть приближенным к путинскому режиму. И как эти так называемые элиты боятся. И как они не могут. Ну, из всего этого истекает, что они настолько импотентны, что даже эти санкции, которые вводятся против них, никак их пока что не стимулируют. Это, кстати, вот в первую сотню богачей мира попало шестеро россиян, которые располагаются с 47 по 88 место. То есть, скорее всего, они и не сильно на себе пока что эту санкционную политику и ощущают. Да, ну что ж, эту тему, да, можно продолжать обсуждать. И не раз еще к ней вернемся. Александр Владимирович, вам спасибо большое. Спасибо за комментарии, спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо. Александр Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель, ректор Международного института бизнеса, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо еще раз.